Сериал «Клюквенный шербет» дрейфует от темы насилия над женщинами к теме, что мужчинам нельзя доверять. В самом начале ожидания, что сериал кизился к сербе Ти, обеспечит социальное единство и даст добрые послания, менялись шаг за шагом. История сериала, которая начиналась наивно, ожесточилась особенно через признаки насилия над женщинами, раскрытые через персонаж Нурсемы. Конечно, когда этот вопрос принес очень хорошие рейтинги, сценаристы полностью изменили направление сериала. Сериал «Клюквенный сорбет», который начинался с целью распространения идеи о том, что консервативные и светские семьи, даже если они отличаются друг от друга, на самом деле несут одни и те же ценности и очень похожи друг на друга, теперь начнет продвигать идею о том, что мужчинам нельзя доверять. Особенно действия персонажа Фатиха, который изменяет своей беременной жене Даге, на самом деле являются отражением сегодняшнего мира. Однако, когда сценаристы сериала раскрыли факт притеснения девочек в консервативных семьях, особенно через персонаж Нурсемы, рейтинги также взорвались. Теперь в сериале «Клюквенный сорбет» вы увидите сцены, которые оправдывают поговорку «Кто изменил один раз?», изменят снова, а также укрепляют общее мнение о том, что мужчинам нельзя доверять. Хотя эта идея о том, что мужчинам нельзя доверять, которая будет передана через персонажа Фатиха, сыгранного Дагуканом Бенгером, была подтверждена многими реальными примерами, отношение к тому, что все мужчины попадают в эту категорию, всегда вызывало реакцию. В сериале «Клюквенный шербет» посмотрим, сохранятся ли высокие рейтинги, полученные благодаря женщинам, которые угнетены и не могут жить своей собственной жизнью, благодаря идее о том, что мужчинам нельзя доверять.